Мне надо буквально метров 10 по скалам. Тернопольская область, ребята, запоминайте места. Привет, я Саша Демин и вы на канале Шо Реально. Здесь я устраиваю экстремальные челленджи и показываю небанальные места для активного отдыха в Украине. Сегодня мой любимый формат испытаний это проход напрямую по бездорожью. Это значит, что я буду двигаться практически по ровной линии, не сворачивая. И сегодня я устрою переход через Кременецкие горы. И тут у многих, наверное, возник в голове вопрос. Что за Кременецкие горы? В Украине есть Карпаты, есть Крымские горы и все. И тут, мои дорогие географы, вы правы. Кременецкие холмы на севере Тернопольщины действительно не дотягивают несколько сотен метров, чтобы официально считаться горами. Тем не менее, когда-то давно, тысячелетия тому назад, они действительно были такими же высокими, как Карпаты, а может даже и выше. И поэтому их до сих пор так называют. В общем, я устрою для себя такое экстремальное испытание. Я попробую за сутки пройти через Кременецкие горы, не сворачивая. Я нахожусь недалеко от села Куликов. Здесь начинаются Кременецкие горы и здесь начинается мой маршрут. В общем, сейчас на часах 12.22 и завтра в 12.20 как минимум я планирую выйти из них снова на ровную территорию. Пора начинать мое тяжелое, непростое и даже опасное испытание. Национальный парк Кременецкие горы растянут на 35 километров с запада на восток и где-то от 5 до 10 километров с севера на юг. Высота холмов составляет 350-400 метров над уровнем моря. Но над равнинной территорией этой местности они возвышаются где-то на 100-150 метров. И меня это как-то даже утешало. Хотя я понимал, что даже такие перепады высоты могут стать для меня серьезным препятствием. Я попал на след какого-то животного, которое здесь шло. Даже не знаю, кто это. Но, судя по следам, это был кто-то немаленький. Кстати, вот я сейчас поднимаюсь на один из холмов. Он называется Волчья гора. Так что это немного пугает. Может быть, это следы волка? Надеюсь. Нет. Вообще, Кременецкие горы растянуты по длине на 35 километров. Вообще, расстояние кажется, ну, типа, небольшое. Ну, то есть, предыдущие мои походы напрямую были намного длиннее. 60 километров в Черкасской области, 85, по-моему, в Кривом Роге. Но на самом деле этот маршрут намного и намного сложнее. Потому что впервые я нахожусь в настолько суровых условиях, где приходится постоянно идти то в гору, то вниз. И за счет этого, я думаю, я нахожу расстояние намного больше 35 километров. А еще у меня сегодня намного тяжелее рюкзак. Прям вот намного. Раньше ходил на легке, а сегодня я тащу с собой и палатку, и спальник, и припасы, и воду. Короче, не весело это. Но одно меня радует, природа здесь, конечно, потрясающая. Ну, то есть, очень живописно, конечно. Вот пока что я смотрю, что вот чем-то это все напоминает предгорье Карпат. Но есть свои нюансы и особенности. В начале маршрута самым сложным для меня стали подъемы или спуски. Я так и не понял, что хуже. Наверное, все-таки самым ужасным были крутые обрывы, которые периодически попадались на моем пути. О, нет! О, нет! О, ха-ха-ха! Только не это! Посмотрите, что впереди меня ожидает. Твою ж мать! К этому я не был готов. Самое главное, чтобы меня, мой тяжелый рюкзак не потянул назад. Потому что центр тяжести у меня назад. А еще главное, чтобы вот эта вот вся хуйня на меня не посыпалась. Хух! Есть! Отлично! Блин, я надеюсь, такие препятствия у меня будут нечасто попадаться на пути. Одно радует, что эти камни как бы крепкие. Это не какой-нибудь песчаник, который рассыпается. За них можно хвататься, но грунт, грунт сыпется. О, вот я съезжаю. Вот здесь вот я могу просто покатиться вниз. А мой рюкзак мне в этом поможет. Ух ты, ё! Вот, я схватился. Есть! Ух, а я высоко забрался. Здесь, правда, вот на этой камере не видно, но на самом деле вот там вот открывается просто потрясающий вид. Ух, какая же красота! Тернопольская область, ребята, запоминайте места. Но радость моя была недолгой. Почти сразу я наткнулся на непроходимую стену. Скорее всего, тут когда-то был один из карьеров Кременецких гор. Выбора у меня не было. Я сошел со своей прямой и, найдя ближайший путь наверх, забрался на этот обрыв. Вид там был настолько живописный, что я даже решил сделать небольшой привал. Что-то я подрасслабился. А мне еще идти, идти. Пора возвращаться на мой маршрут. О, что это за дом? Я здесь нашел. Что это такое? Вот я вижу печь. Странная штука. Ну, я думаю, те, кто обустраивали это место, они как бы понимали преимущество. Потому что, посмотрите, какой вид. Я бы хотел иметь дом с таким видом. Так, ребят, походу, меня сейчас ждет очень жесткий спуск. Я даже, ох, не знаю, что и сказать. Вот, смотрите сами. Здесь много следов животных. Походу, вот это вот такое вот сюда место, куда они приходят на водопой. Посмотрите, все в копытцах каких-то. Походу, тут кабанчики бегают. Не могу не сказать, что леса в Кременецких горах просто фантастические. Вот серьезно. Как будто с книжек братьев Гримм. Высокие, с густыми кронами. Несмотря на то, что солнце стояло высоко, в лесу было реально темно. Свет туда практически не попадал. Поэтому растительности там практически не было. И мне, в общем-то, это было даже на руку. Блин, все же хорошо было. Прямо последние 30 минут я иду с комфортом, наслаждаюсь таким великолепным лесом. И тут, на тебе. А что это? Почему это здесь? Почему эти... Ай! А, кусты острые! А! Как так вышло? Везде какие-то тропы звериные. Блин. Что это я себя начал опять накручивать? А ну, надо успокоиться. Комфортные участки были не так часто. Когда заканчивались густые кусты, когда мне не приходилось идти в гору или скользить на заднице вниз, то мне нужно было перебираться через глубокие овраги. Иногда мне везло, и на моей прямой были поваленные деревья, по которым эти овраги можно перейти. Несмотря на то, что сил при этом я тратил меньше, но способ этот был довольно опасным. Так, ну я понял примерно, где я нахожусь. Как бы мне хотелось пойти туда или туда, но, как всегда, мне вот туда. Я прошел где-то одну четвертую пути, плюс-минус. Потратил на это... Фух! Черт. Потратил на это где-то четыре с половиной часа. Что, в принципе, неплохо. Потому что, в принципе, я успеваю за сутки дойти, и это с учетом ночевки. А ночевать мне придется, потому что, как бы, идти по лесу ночью я не собираюсь. На меня странно посматривают рабочие, которые ремонтируют дорогу. Какой-то странный парень вышел из лесу и ушел опять в лес. Очень скоро меня ждало еще одно серьезное препятствие. В этот раз на моей прямой был только один населенный пункт. Но зато какой! Это не село, которое можно пройти огородами, а целый город Кременец. Я решил пересечь его с минимум отклонений от моей прямой. Плюс-минус улицы проходили почти по моему маршруту. С трудностями я столкнулся уже практически, выйдя из города. Я попал в русло пересохшей реки, перейдя которую, я оказался напротив 30-метровой меловой стены. Когда я стал ее обходить, кто случайно вышел на чьи-то огороды. Вот тут я реально испугался. Меньше всего я хотел, чтобы меня приняли за вора и насадили на вилла. Я очень тихо и не привлекая внимания, стал пробираться через грядки. Я наткнулся на завод по производству мела. Вот он. Перед походом я провел в Кременце ночь. Даже успел его немного осмотреть. И мне кажется, что он очень недооценен в туристическом плане. Мало того, что вокруг него находится вся вот эта природная красотища. Гектары леса, которые вырабатывают столько кислорода, что ваши легкие офигеют от такого чистого воздуха. Так еще и в самом городе есть что посмотреть. Например, гора Бона, где находятся остатки Кременецкого замка. Только не надо вот писать, что замок выглядит не очень. Я бы посмотрел на ваш дом, если бы его сначала атаковали венгры, потом монголы, потом татары и еще с десяток разных армий. Кстати, кроме казаков, так никому и не удалось взять эту крепость. Кроме того, в Кременце есть приятная архитектура, уникальное казацкое кладбище и самая крутая в Украине бобслейная трасса, где тренируется сборная нашей страны. Но в вечернее время любой желающий может прийти и спуститься по ней на специальных санках. Мой маршрут проходил через одну из достопримечательностей Девичьи скалы. Но я был этому не очень рад, потому что меня ожидали достаточно крутые препятствия. Я почти у вершины. Мне надо буквально метров 10 по скалам и все. Но с рюкзаком моим это, конечно, будет не очень удобно. Честно сказать, я не ожидал, что будет так быстро темнеть. Вообще еще час до заката, но в лесу темнеет намного быстрее. И уже так немного мрачно здесь. Пока я буду видеть что-то под своими ногами, я буду идти. Короче, я решил не ждать темноты полной, потому что в потемках очень неудобно собирать палатку. Решил сделать это сейчас, пока еще видно. У меня есть, наверное, минут 10, не больше. Но у меня есть плохая новость. Я потерял каремат. Короче, походу, пока я где-то лазил, спускался, через кущери пробирался, скорее всего, он у меня где-то выпал. Я обратил внимание только сейчас, вот когда решил разбивать лагерь. Короче, вот смотрите. Вот здесь вот он у меня висел, и я его, видимо, плохо затянул, и он у меня выпал. Ну что, ладно, буду сегодня спать без каремата. Слава богу, спальник у меня есть. Я надеюсь, не замерзну. Проснулся я без 15,5. В лесу было все еще темно, но я решил продолжить свой путь. По карте мне оставалось каких-то 13 километров и целых 7 часов, чтобы их пройти. Но на деле я продвигался крайне медленно. Произошло то, чего я не ожидал. Я начал блукать. Я что-то вообще не пойму. Почему-то мой, ну, карта начала тупить на телефоне. Я шел-шел в одном направлении, потом оказалось, что надо идти вообще в другом направлении. И, в общем, я боюсь, что я сейчас потерял где-то полчаса времени. Фух. Все-то мне здесь уже перестало нравиться. Самое сложное, когда идешь в темном лесу, ориентироваться и держать прямую линию. Когда обходишь деревья и кусты, часто сбиваешься с пути и приходится постоянно следить за компасом. Я, кажется, нашел себе ориентир. Наконец-то зашло солнце. И это как раз то направление, которое мне нужно. Минут 15 буду идти по солнцу и примерно ориентироваться и корректировать себя, потому что солнце тоже движется. Восточная часть Кременецких гор немного отличается от западной. Холмы тут не такие высокие. Зато здесь очень много глубоких балок, ярков и оврагов. Именно они отбирали больше всего моего времени. Но не всегда было тяжело. Время от времени прямая моего маршрута проходила через ровные участки. Иногда я даже ощущал близость цивилизации. Слышал лай собак из сел неподалеку. КОНЮШКО 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 ХОТЕШЬ ХЛЕБУШКО? ПОГЛАДИТЬ МОНО? ДОЛБАНЫЙ ГУГЛО! Как я зол на него! Он вообще показывает не то направление. Если бы не компас и еще одна карта, которая тоже показывает направление твоей ходьбы, я бы, я не знаю, я бы наверное остался кружить в чаще лесною. Когда ты устал и не выспался, тебя бесит все. И вот у меня сейчас такое же состояние. Меня бесят шнурки на ботинках, которые постоянно развязываются. Бесит солнце, которое начинает перепекать. Что я не могу выйти отсюда никак. Это просто ужас. Но больше всего меня бесят толпы комаров, которые нападают на тебя, когда ты заходишь в тенек. Вот сейчас я захожу и снова они накинутся на меня. Черти. На часах 12-13, уже даже 12-14. Это значит, что через где-то 8 минут у меня заканчивается время. И я не успеваю. Мне еще километра 3, наверное. Но я все-таки продолжу свое движение прямо, чтобы определить, сколько же времени у меня уйдет на переход к Кременецкий гор. Последние километры всегда самые тяжелые. Это то состояние, когда у тебя ватные ноги, голова слабо соображает, и ты идешь напролом, пытаясь не концентрироваться на том, что ветки царапают тебе лицо. А острые стебли кустов, прокалывая рубаху, впиваются в тело. Я даже не смотрел на часы, а просто ломился вперед. Простите, ребята, простите, что я задержался настолько. Я добрался до моей финальной точки на часах 14.36. Мне потребовалось 26 небольшим часов, чтобы пройти 35 километров национального парка Кременецкие горы. С моей стороны очень наивно было ожидать, что такой маршрут можно преодолеть быстрее. Да, я официально заявляю, что 86 километров Кривого Рога было идти намного легче. За счет того, что я то поднимался, то спускался, я находил расстояние, наверное, в два раза больше заявленного по карте. Плюс идти по бездорожью ох, как непросто. Несмотря на то, что я не прошел это испытание, мне не хватило буквально двух часов, чтобы справиться, и я своим походом доволен. Потому что я открыл для себя очень крутую локацию на карте Украины. И рекомендую вам приехать в национальный парк Кременецкие горы. Если вы уже немного устали от Карпат, если вы все там посмотрели, если вы любите дикие леса и атмосферные холмы, то это лучшее место для вас. И да, не ходите напрямую. Ходите туристическими тропами. А еще выделите отдельный день на город Кременец. Там очень здорово. Ну а на сегодня все. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. Встретимся через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok